Всем привет! Доброе утро! Добро пожаловать в новый влог! Начнем с небольших покупок и подарков для дома. Кстати, совершенно неожиданных, я на это не рассчитывала, но тем не менее мне очень приятно. Сначала я покажу вам несколько покупок из Пепко. Я показывала вам в Инстаграме какие-то там интересности, которые я посмотрела у них. Но нам на Пасху и вообще для такой обыденной жизни я купила несколько новых мисок и тарелок. Вот такая. Сюда удобно будет сложить салат. В принципе, что угодно. Хоть картошку, хоть макароны, мясо какое-то. Все, как всегда, придут к нам на Пасху, поэтому теперь нам нужно больше разнообразной посуды. И стоит это все стоило. Все недорого. Блин, смылась цена. Ну, короче говоря, Пепко это недорогой магазин. Мы с вами регулярно туда заглядываем. И таких вот мисок я взяла две. Потому что у меня были старые, но они, к сожалению, так быстро разбиваются. Когда ты пользуешься всем керамикой, то тут, то там, то уронишь что-то, когда моешь, когда складываешь. И, к сожалению или к счастью, приходится все это обновлять со временем. Также было вот такое блюдо. Я заказывала кое-что еще на Алиэкспресс. Я показывала вам в одном из предыдущих влогов. Такие красивые, такие красивые, такие нарядные. Я их обожаю. Оставлю вам еще раз ссылки внизу. Недорого. Тьфу, недорого. Недорого. Но оно того стоит. И тоже вот такое блюдо у нас пострадало, поэтому обновило. И оно не настолько большое, как предыдущее. Так что не будет занимать много места. Иногда нужно что-то выложить, знаете, и чтобы не заставить весь стол. Так, это то, что я покупала сама. Помните, перед новогодними праздниками я показывала вам супер много покупок из магазина Nanu Nano. В основном там какие-то безделушки, для рукоделия у них также много всего. И все разы предыдущие я приобретала у них все сама. Потом как-то в инстаграме я их отметила. И они сказали, что у них для меня есть сюрпризы, что они хотели бы кое-что прислать. Полностью все показывать не буду. Мы рассматривали с вами в инстаграме. Покажу то, что остается у меня. Часть я раздарила там. Вот, но то, что мне особенно полюбилось, то, что я даже сама себя присмотрела в магазине, я, конечно же, оставила. Это уже такие небольшие элементы именно для Пасхи. Потому что Пасха у нас в этом году, мы празднуем Католическую Пасху. Уже сейчас снова не буду объяснять почему. Но она у нас 4 апреля, где-то так, в начале апреля, довольно рано. Так что, по сути, через несколько недель. Вот такой керамический кролик. Там еще был розовый в посылке, но он, к сожалению, разбился. Вот так. Но беленький будет стоять на кухне. Точнее, он уже стоит. Я его оттуда принесла. На стола, на самом деле, я оставила всего лишь две вот такие небольшие штучки. Опять же, чтобы не заставить весь стол декором. Каждый раз украшаю, потом, когда начинаю наставлять блюдо, убираю. Вот кролик с золотой морковкой и золотой кролик на яйце. У нас, я вам тоже показывала скатерть из Лори Дуд. Я заказывала, плюс звезда у меня есть, столовые приборы золотые. Поэтому будет у нас вот такая цветовая гамма. Я уже не могу дождаться. Хочется что-то поукрашать дома. Еще в посылке был кролик вот такой золотой. Наверное, я поставлю его при входе. Там все еще располагается подсвечник из икеи. И я думаю, как элемент пасхального декора, чтобы тоже не перегрузить, просто добавлю кролика и все. Возможно, какой-то новый веночек сделаю или закажу, посмотрим, как опять же будет со временем. И помимо этого, вот пасхального немного. Я решила тоже не складировать это все. Короче говоря, видели, что мне понравились чашки. И мне не хватает с буквой Z. Я рассчитываю на то, что я найду ее в магазине. Это настолько красиво. Вообще, девчонки, я как чашка-маньяк растаяла с буквой И, то есть Игнат с буквой О, то есть Оля. В том магазине, в котором я была, не было этих букв, но была Z. И теперь, как назло, Z, наверное, тоже не найду. Это, кстати, керамика, то есть выглядят немножечко, как железные кружки из детства, но это керамические, матовые, белые. И они тоже не супер, чтобы дорогие, ценника нет. Но я помню, что не что-то, вы знаете, заоблачное, еще красивые подарочные упаковки к ним были. Так что для всех кружка-маньяков это был бы идеальный презент. И буква Т. То есть у нас троих есть чашечки еще для Захара. Нужно ему как-то объяснить, чтобы он не обиделся, потому что не сама покупала, как я вам сказала. И помимо этого еще и положили две чашки с котами. Розовую и беленькую. Не поверите, но чашки у нас тоже бьются, слава богу, не самые мои любимые. Но мне нравится, когда чашки разные. И я часто выбираю чашки побольше. Когда, например, завариваю себе чай, мне прям надо, знаете, ведро чая, чтобы потом еще полдня это все пить. И последнее. Это диффузор с ароматом ванили. Пока что не открывала, не знаю, как он пахнет, насколько интенсивно, и не будет ли болеть от него голова. Я выбираю в основном что-то такое нейтральное для дома, чтобы не утомляло. Но как подарок, слушайте, мне очень приятно. И в комплект ко всему еще и ванильная свеча. Такая желтенькая, желтый воздух здесь, ну, пахнет ванилью. Вот. И я думаю, что тоже на праздники все откроем и будем тут заполнять пространство такими ароматами. Сейчас будут те части влога, которые я снимала раньше. И мы с вами отправляемся в торговый центр. Мне пришла в голову интересная идея. Сделала мужу сюрприз. Так что мы с вами едем, и вы уже совсем скоро узнаете, что я сделала. И что понравилось моему мужу. Поехали. В какой магазин для дома не зайди, очень много вещей на Пасху. И также скидки практически в каждом. Минус 70, минус 50 процентов на второй артикл. Так что позаглядывала, мало ли. Элегантные кролики, также куры, яйца. И можно тоже в любой цветовой гамме что-то подобрать. Здесь зеленая, гамма с золотым. Дальше видела в серебре все. Прикольно. Здесь прямо феерия цвета. И это только часть того, что я вам показываю. На самом деле всего раз в пять больше в каждом магазине. Сейчас мы находимся в Кумле. Нравится мне вот такая подставка под десерты, под какие-то закуски. Еще хочу найти вазон в виде такого разбитого яйца, но без ручки. Потому что это типа как корзинка. Была я в торговом центре на почте и решила заглянуть в мужской отдел Зары сначала. Потому что Томека невозможно затянуть в торговый центр. И когда он туда приезжает, говорит, что ничего нет. А я собрала несколько комплектов. И надеюсь, что ему понравится. Что он оценит мои старания, сейчас быстро покажу вам. Лично я довольна. Но еще осталось заставить Томека это попримерять. Точнее, вежливо попросить. Я специально выбирала все навесной в такой цветовой гамме, которая нравится Томеку. Я уже за столько лет выучила, что он сам себе выбирает. Ну, например, светлую жилетку. Я уверена, что он сам себе не купил бы. А это здорово будет освежать любой комплект, которому он ее наденет. И мне очень нравится то, что это наряды. И на каждый день Томек там делает салат. Поубирал дома. Поэтому пол тоже чистый. Так что я здесь все новое разложила. Это миксы с Зарой. Куртка и футболка даже из магазина Хаус. И спортивный костюм светлый из H&M. Вот эта футболка также. Хлопковая, плотненькая, такая качественная. И если вы посмотрите на эти вещи, то я думаю, что и так заметно, насколько они здорово все подходят друг к другу. Томек как новая копейка. Я, кстати, угадала с размерами. Еще и обувь у него есть подходящая. Так что сейчас вот так и едет за детьми. Мне очень нравится, Томек. Пожалуйста, перестань. Мне в удовольствие. Я люблю ходить по магазинам. Очень удобно теперь тебе. Класс. Можно влюбиться заново. Так, куртку мы будем искать побольше, чтобы было модно. Футболка мне очень нравится. Томек, футболку оставляешь? Конечно. Да? Классная. Такие расцветки там есть разные. Видишь, и папа наряжается. Все будут в цвете Микки. Да? Видела в H&M классные куртки джинсовые, поэтому курточку или поменять, или искать новую. Так, футболка нам тоже нужна чуть побольше, чтобы было более современно. А рубашка, Томек? Красная. Оставляем? Да, оставляем. Очень мне нравится расцветка. И с голубыми джинсами тоже будет красиво. Супер. Нет, кошула из бомба в моем здании. И до дорожки нас учите. Иди, посмотри. Чего не сделаешь для шины, называется. Очень классные брюки. Мы вот думаем, нужны ли нам больше. Наверное, нет. Все хорошо. И футболка с красной надписью и с полоской. Игнат оценил. Игнат у нас модник такой. Ой, еще тебе надо, знаешь, что конверсы купить. Белые классические. Ну, вообще, да. Все, Томек, не задалбывай у тебя больше. Томек сегодня целый день приводил нашу террасу в порядок. И тут я приперлась со шмотками. Но он доволен на самом деле? Я очень доволен. Я еще больше довольна. Я люблю всех наряжать, все украшать. Все. Спасибо, Томек, за демонстрацию. Поменяем то, что надо. Но я люблю радовать других. Все. Пока-пока. Чао-какао. Теперь немного бытовых обязанностей. Вообще-то, практически каждый вечер воскресенья у меня проходит именно так. Я не каждый раз разглаживаю все после стирки. Обычно я складываю по системе KonMari и все под прессом в шкафу. И так хорошо выравнивается. Но есть вещи, которые дети надевают в детский сад или в школу. Или если это плотный хлопок, то он все же остается помятым. Поэтому я отпариваю. У меня отпариватель от бренда Tefal. Не могу сказать, что это прям супер вещь, которая чем-то кардинально отличается от утюга. Не хочу прям супер сильно советовать эту штуку, но факт остается фактом, что с моментом ее появления в нашем доме я еще ни разу не доставала утюг. Но я так и не научилась красиво разглаживать рубашки одним движением, как это показывают консультанты в магазине. А сейчас я потихоньку буду заканчивать. И мы с вами перемещаемся на кухню, где будем печь вкуснейшие булочки с корицей, которые называются синабоны. В маленькую кастрюльку наливаем 80 мл воды. 80 мл молока. Немножко муки. 30 г. Теперь на небольшом огне подогреваем это все и постоянно мешаем несколько минут. То, что у нас получилось, мы оставляем на 10 минут буквально, чтобы это охладилось. Спустя это время мы продолжаем. Берем миску и будем смешивать все ингредиенты для теста. Дальше его нужно будет вымешивать. 170 мл молока. Прямо вот в то, что у нас вышло до этого. Два яйца. 10 г сухих дрожжей. 90 г мягкого масла. Хорошенько все смешиваем. Кладем полкилограмма муки. Чайную ложечку соли. В рецепте есть еще и какое-то сухое молоко, но сори, такого у меня нет. И теперь вымешиваем тесто. Тесто должно получиться гладким, эластичным и слегка вот таким клеящимся. В большую миску наливаем немного оливкового масла. Ну, столовую ложку где-то. И распределяем его, ну не по всей емкости, а так, чтобы тесто не прилипало в итоге. Чтобы шарик поместился. Теперь накрываем тесто полотенцем, ставим в теплое место минимум на 45 минут. Оно должно хорошо подрасти. Тем временем сделаем начинку для наших булочек. 250 г коричневого сахара. 2 столовые ложки корицы. И по желанию еще чайная ложечка кардамона, но это не обязательно. Высыпаем в блендер. Воу! Вот это я сделала. И кусочками добавляем 150 г мягкого масла. И целую минуту перемалываем в блендере. Это тоже сделано. Мука. Часы я, наверное, сниму на всякий случай. Вот. Если тесто будет очень сильно липнуть, можете добавить еще немного муки. И дальше мы его раскатываем в импровизированный прямоугольник. Выкладываем начинку и начинаем заворачивать в рулетик с той стороны, где тесто, возможно, получилось уже. Как видите, я как-то особо специально не стараюсь. И все равно всегда получается. Теперь тот рулетик, который получился, разрезаем на несколько. Захар тут не может дождаться уже булочек на 12 примерно частей, 3,5-3 см шириной. Я так сильно раскатала, возможно, у меня даже больше получится. Кто-то очень ждет. Вы ее видите? Кукусики. Иди сюда. Ну, теперь мне придется помыть руки. Ну, что ты? Вкусно пахнет? Да. Корицей? О, ты любишь вкусненькое? Ну, нельзя, мукусь. Я бы тебе все отдала, честно, ну, нельзя. Ну, все, я пошла мыть руки. Расставляем булочки где-то в сантиметре друг от друга. И оставляем на час, а то и на полтора часа, чтобы они прям так выросли, знаете, набухли. И чтобы они соприкасались друг с другом. Разогреваем духовку до 180 градусов без термообдува. Запекаем булочки 25 минут. На этом еще не все. В принципе, на этом с синабонами можно остановиться. В основе такого сырка, типа как Филадельфия, сахара и масла. Теперь вы будете знать, сколько там всего, сколько там калорий в одной штучке. Давайте сделаем, но этот шаг можно спокойно пропустить. 100 грамм сахара. А точнее, сахарной пудры. Будем миксовать в блендере с маслом. Вообще, в оригинальном рецепте там 60 грамм масла, но я возьму меньше. Потому что сырок, типа Филадельфия, он и так жирный. У меня, кстати, не Филадельфия, а просто обычный крим-чиз натуральный. Его нам необходимо 60 грамм. Немного ванили. Столовую ложку молока. И столовая ложка лимонного сока. Миксуем до однородной консистенции. Синабоны должны подрумяниться. Знаете, что я сейчас поняла? Что нужно было их выкладывать в какую-то плотненькую более форму, чтобы они росли вверх, а не вширь. И пока они еще горячие, смазываем их глазурью. Девчонки, хотя бы на празднике, опять же, попробуйте сделать. Это очень сильный удар по фигуре, но зато это нереально вкусно. Даже Том их сказал, что похоже на булочки из Икеи. Булочки, за которые хочется продать душу. Я вам точно говорю, если вы приготовите, будете потом гостей оттягивать за уши от них. Самой, конечно, суперсложно удержаться, но поздно мы идем спать. Хочется есть, значит, ложись спать. Так, у меня накопилось несколько посылок. Здесь должны быть все реквизиты для дня рождения. Давайте вместе с вами и откроем. Что-то пошло не так. Это посылка для меня от Belor Design. Это мы с вами рассмотрим позже. Это тоже не для дня рождения. Мне казалось, что посылок больше, чем я заказывала. Огромная посылка с новинками от Evelyn. Я сразу заметила, что с посылкой от Belor Design что-то не так. Разбились все тени, которые находились в коробке. И засыпали. Остальное я поперетирала, поперемывала. Но это, конечно, грусть и печаль. Ни одна тенюшка не сохранилась. Еще и разбилась пудра и хайлайтер. Я постараюсь как-то восстановить, но запеченные тени с ними уже сделать, к сожалению, ничего нельзя. Так что буду все пробовать. Вообще классная косметика Belor Design. А это самая большая коробка с подарком для Захара, которую я открою поздно вечером, потому что моя любимая хитруля будет точно его искать. Я тут сидела, распаковывала реквизит для дня рождения, который я организовываю. Ну как я? Организовываю я, но муж мне доверил это важное задание. Мне нравится такое. Я люблю устраивать праздники, сюрпризы. И даже Томок не знает, что ждет детей. В общем, я нашла на Allegro у нас целый набор, состоящий из салфеток, из трубочек, также шарики. Взяла два набора, потому что у нас будет около 12 детишек, чтобы у всех была и отдельная тарелка, и отдельный такой одноразовый стаканчик. Очень удобно. Это, между прочим, не пластик, а типа как плотный картон, плотная бумага. Конечно же, все в стиле Майнкрафт. Сейчас многие дети фанатеют от этой игры. И, кстати, весь праздник я организовываю вокруг всего вот этого майнкрафтового и так далее. В общем, я уверена, что Захарчику очень понравится. Он уже рассказал всем своим друзьям. Я просто намекнула, что его ждет, но на самом деле он до конца ничего не знает. Это счета были в посылке. И еще один небольшой сюрприз. Так, подождите, не вижу пенала, который я также заказывала для Захарчика. Хм, да, пойду поискать. Заказала еще и светящиеся мечи, вот такие для Захара и для Игната, чтобы Игнашику было не так обидно завтра. У Захарчика день рождения в среду 17-го числа. И подарки будут для него, но что-то маленькое, приятное для Игната. Ура, ура, есть и пенал. Я забирала все посылки и прятала в машине. У Захарчика развалился его старый. Я подумала, что возьму ему тоже Майнкрафт. Раз он сейчас так влюблен во все, что связано с этой игрой. Хотя играет он на самом деле не так часто. Завтра придет бабушка и дедушка. И у нас будет первый торт для Захаркина. 8 лет, представляете, ребенку. Боже, как быстро летит время. Свечи и, конечно же, фейерверки. Так, пошла я организовывать его комнату. Убираться там по чуть-чуть. И беру вас с собой. Лего потихоньку заполняет все пространство. И нужно что-то с этим сделать. Не вдаваясь в подробности, я пыталась, что могу донести, что 4-3 года это слишком рано для таких хрупких игрушек, что это будет ломаться. И вот они сейчас поделили все по комплектам. Есть онлайн инструкции все. То есть можно отстроить, но сейчас на это не хватает времени. И я не придумала ничего более умного, как купить картонные коробки. И хоть как-то это поскладывать, чтобы это не хранилось в таком виде. Сейчас этим и займусь. Вообще-то у нас в планах поменять частично мебель в детских комнатах, потому что шкафчики, которые вы сейчас видите, они, к сожалению, не очень удобны, когда дети подрастают. Начинаешь все складывать и не особо все помещается. Я думаю, что летом, когда я буду посвободнее, я обязательно этим займусь. А сейчас нужно было по-быстрому как-то хотя бы поскладывать игрушки. Вот, собственно говоря, эффекты моих стараний. Вот так ходишь-ходишь днями, неделями и чего-то не замечаешь. И в определенный момент понимаешь, что больше так не выдерживаешь. Я потом еще привлеку мальчишек, чтобы они перебрали свои игрушки. И потом посмотрим, есть ли у нас место для всего. Или же нужно купить не просто коробки, а какие-то шкафчики для их любимых вещей. Ну, в общем, будем заниматься, но я уже сама этого делать не буду. Только вместе. Получилось, что именно в ванной комнате мальчиков я чаще всего сушу и укладываю волосы. И у меня здесь скопились какие-то мои средства. Корзинка не структурирована. Она уже не держит форму, поэтому, будучи в Пепко, я купила функциональную коробку текстильную, которую сейчас нужно будет еще и сложить. Я переберу все, что я сюда насобирала. Возможно, и средства, которые мне не совсем подошли, невозможно, я в этом абсолютно уверена. И также Дайсон переложу в оригинальную коробку. Вот. Не знаю, как у вас, но когда меня что-то беспокоит, волнует, когда мне нужно как-то отвлечься, я тут же начинаю все складывать, как-то перекладывать, организовывать. Убираться я не люблю, а вот это абсолютно моя тема. Вот, вроде ничего особенного не произошло, но тем не менее, все не стоит наверху, и нет такого глобального ощущения бардака. Что же скрывалось в большой коробке? Это большой набор Лего, Майнкрафт, конечно же, и Захар сейчас любит сам собирать. Мне кажется, что такой классный возраст для Лего, это начиная с 6 лет больше. Тогда детям самим просто это собирать, это развивает моторику, и, конечно же, этим всем можно играться. Но осторожно, а совсем маленькие дети не могут быть настолько осторожны, чтобы сохранить вот эти хрупкие фигурки, какие-то постройки. Ну и я думаю, что завтра утром Захар проснется очень рано, и начнет поскорее распаковывать подарки. У нас каждый год так, поэтому я готовлю прям с вечера, или даже с ночи, потому что у нас сейчас довольно поздно. Кто ты, Мика? Кто приехал, Мика? Подъем! Бегом! Давай, давай! Никуда не торопимся, девочки! К чему это спешка? Ну, кто там, Мика? Кто там? Никуча! У Захаркина день рождения сегодня. Ждем бабушку и дедушку. Ты готова праздновать? Никуша! Как? 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 Я тебе не буду встану в зимнюю память. Помогу. Ты же не полобуски, потому что у нас встану в зимнюю память. Курно. Стану в зимнюю память? Стану в зимнюю память. Мика так, как в 15 минут. Ты зимнюю память. А ты еще, что они так называют? Да, в первую очередь, тортожить. Таким махать. Одно-женая, поточная, а не так. За 15 минут. Змучаем? Еще не, еще не. Не, я дмучам. Я сам. Кашка, заблажь, чтобы тебе там не было. Эй, поверьте, что я сам. Доброе, то ты сам. Доброе, нас не волнуйся. Доброе, давайте. Сто раз, сто раз, не живи, живи нам. Сто раз, сто раз, не живи, живи нам. Еще раз, еще раз, не живи, живи нам. Ш три. buddies, вот и настал тот день, когда будет детский праздник, ждем уже гостей значит что мы организовываем это продлится не долго на самом деле но эта мечта многих мальчишек и также девчонок кто очень любит майнкрафт привезли отдельный сервер у каждого ребенка будет свой ноутбук они немножечко поиграют но это не просто игра будет они получат задание его нужно будет выполнять в команде как-то там поделят вот как им захочется и потом они просто будут проводить время вместе в этом всем беспредельно мне нравится мика мешал спать ребенку уже началась дележка кому что достанется такого торта у нас никогда не было как-то в этом влоге даже не было момента когда я села перед камерой показалось вам и что-то сказала последние месяцы довольно какие-то сложные такое впечатление что открылся мой личный портал в ад даже не совсем мой а семейный в каком-то плане и казалось что все начинает там устаканиваться знаете и что-то еще появляется что-то еще и как будто это никогда не закончится но я утешаю себя теми мыслями что после черной полосы всегда бывает белая это раз я сейчас уже как-то знаете более спокойно говорю о чем-то потому что эти последние особенно недели мне кажется я выплакала свои глаза поэтому такая бледная такая как есть в жизни бывает по-разному и хорошо и плохо но на следующей неделе у нас будут разные там обследование когда будем знать и надеюсь что все будет хорошо и я обязательно поделюсь с вами возможно кому-то как бы поможет сказанное подбодрит и если вы сейчас находитесь не в самой лучшей ситуации то знаете что вы не одни это также случается со всеми как-то я начала сначала с плохого не самого хорошего но хотела сказать вам также огромное спасибо за то что вы со мной кто-то с самого начала кто-то присоединился кто-то только подписался и со всей вот этой какой-то суматохой разгребаешь обыденные проблемы какие-то хлопоты я немножечко даже пропустила момент когда на моем канале стукнуло полмиллиона подписчиков это так многое что даже сложно представить себе такое количество людей и это очень круто что мы здесь собрались в одном месте что нас объединяют общие интересы у меня шикарная аудитория я правда горжусь тем что мне удалось собрать в одном месте такое количество доброжелательных очень позитивных людей спасибо за то что вы меня поддерживаете за то что вы радуетесь вместе со мной я правда очень сильно стараюсь вдохновлять делиться какими-то моментами своим опытом я всегда вы знаете как бы совестью подхожу к тому что я делаю и выкладываясь наверное даже больше чем нужно было бы и я рада что нет такого ощущения знаете полмиллиона зрителей которые решили быть со мной здесь да есть те кто смотрит каждое видео несмотря на то что у вас у меня так много у меня нет внутри ощущения знаете когда ты круче всех некоторые начинают звездиться как-то вот ставить себя выше остальных я как в жизни осталась такой же так и по отношению к вам к моим зрителям и это очень важно не упускать землю из-под ног потому что по меркам современного блогинга с одной стороны полумиллиона это не так-то много но у меня взрослая аудитория и поэтому количество подписчиков не так стремительно растет но я это ценю и считаю даже преимуществом потому что когда кто-то очень быстро взлетает потом точно так же быстро падает и и часто сейчас используют разные методы накрутки в инстаграме в основном я слышала что это гиевы и так далее которые мне регулярно предлагают на ютюбе я без понятия как это можно сделать и вот только своим трудом регулярностью публикации несмотря ни на что я нахожусь в том месте которому даже не особо знаете стремилась какому-то количеству но вот когда подумаешь что полмиллиона блин это реально очень много и даже несмотря на то что сейчас у нас не самый легкий период я буду стараться радовать вас положительными какими-то роликами а не сидеть и страдать постоянно в кадре я понимаю что вы приходите сюда за вдохновением и youtube также для меня являются моим таким детищем которое помогает мне отвлекаться как-то окрыляет наполняет меня поэтому своеобразная психотерапия я не хочу уходить сейчас в себя и просто вы знаете абстрагироваться от всего мне реально становится легче когда я увлекаюсь то косметикой то что-то готовлю то бытовые какие-то штучки и еще хотела сказать несколько слов о дне рождении в общем у захара день рождения 17 числа и мы запланировали сделать большой праздник для одноклассников для его друзей 20 марта но потом за несколько дней до 20 марта я узнала что у нас снова вводят строгий карантин да ко всему нас посадили по домам все позакрывали практически то же самое что и прошлой весной школы закрыты у захара сейчас онлайн уроки то есть я сижу с ним и как-то пытаюсь не съехать с катушек и и и по поводу дня рождения вот потому что мысли сейчас голове очень-очень много значит пришлось нам все перенести чтобы не попасть на 20 число что это было у моей подруги есть фирма называется роботово если помните мы туда ходили к ним на занятия по роботехнике то есть лего собираться подключается к компьютерам и потом фигуры начинают двигаться вообще-то очень прикольное занятие в этом году у нас не сошлись графики поэтому мы не посещали занятия но я узнала что они также проводят дни рождения в стиле майнкрафт наши дети довольно редко играют в игру игнат вообще не играет очень-очень редко если мы куда-то едем то он получает планшет но свободном доступе у них вот этих всех компьютеров и телефонов и планшетов нет и захар всегда говорил мама я вот так хотел поиграть в майнкрафт и общем есть программа называется майнкрафт эдью то есть это типа как и обучающая также и стратегическая потому что привезли отдельный сервер поставили все компьютеры подключили и у них было определенное задание которое они должны были выполнить или сами отдельно каждый что-то делает или же общее задание и потом дети должны как-то кооперировать друг с другом вместе строят не разрушать там я не в теме майнкрафта особо но это длилось недолго и я видела что мальчишкам очень понравилось девочки меньше заинтересованы в таких активностях но в качестве подарком современного я долго сомневалась стоит ли но у них было еще очень много времени для того чтобы поиграться чтобы подраться чтобы покричать и нет они не разнесли дом у нас было 13 человек 13 детей и все прошло очень хорошо весело эмоции было столько что и гнат бедный аж не мог уснуть после дня рождения захара и торт был тоже очень вкусным я нашла этих ребят это семейная кондитерская из украины к сожалению не знаю откуда но отыскала их инстаграме и торт был сделан под заказ не по бартеру я все оплатила и честно могу вам сказать что не дешево но того стоит отмечала их в инстаграме и тортик для игната мы также будем заказывать у них вот такой апдейт блин честно когда я сверусь я поделюсь но сейчас мне супер сложно буду благодарна вам за поддержку за пальчик вверх мы с вами обязательно увидимся в следующих видео и и периодически появляюсь в инстаграме тоже сейчас мне не хватает энергии чтобы вести еще и инстаграм и в общем когда буду готова я обязательно расскажу что что происходит и как мы из этого выгребаемся наверное знаете все сложности посылают тем кто способен их вынести поэтому все что нас не убивает делает нас сильнее берегите себя наслаждайтесь каждым моментом я вас целую и обнимаю пока пока до новых встреч уже совсем скоро